МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обзор оперативных новостей на телеканале АКТИС в эфире место происшествия Ангарск. Полицейские ведут поиски трех молодых людей, подозреваемых в убийстве петербуржца Владимира Дорофеева. Тело 28-летнего мужчины обнаружили накануне. Парень прилежал на дне теплого канала около полутора недель. В том году у нас были такие же случаи на реке Ангаре и также теплый канал, где были обнаружены тела людей мужского типа с криминальным характером. Группу продавцов героина задержали в Ангарске. Это была долгосрочная операция, которая потребовала усилий. В поимке дилеров участвовали сотрудники местного Абнон, ФСКН, АМОН, ДПС и фонда «Город без наркотиков». Задерживали одновременно их в разных концах города. Одновременно проводили обыск в нескольких местах, в жилых помещениях. Лидера задержали в автомобиле, когда он ехал по дороге. Изъято более 10 грамм героина и денежные средства от сбыта. Банда работала методом закладок. Преступники ждали, когда на их счета переведут деньги. А потом высылали СМС и фото места, где спрятан наркотик. Сейчас главарь находится под стражей. В отношении остальных фигурантов уголовного дела ведутся судебные действия. 40 экспертиз и 54 тома уголовного дела. В Иркутске вынесен приговор черным коллекторам. На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Иван Рогов, Юрий Кочнев и Евгений Распутин. Судом и следствием установлено, что осужденные почти три года совершали нападение на предпринимателей. Злоумышленники, используя огнестрельное оружие и транспорт, причинили моральный и физический вред 30 потерпевшим. Общий ущерб от действия группировки составил более 10 миллионов рублей. Данный эпизод преступной деятельности были доказаны в ходе предварительного расследования. Уголовное дело было направлено в суд. По результатам его рассмотрения судом, особо доказательством признанное достаточным. Своей совокупности для внесения приговоров, в том числе по данному эпизоду преступной деятельности. Приговором Иркутского областного суда мужчины признаны виновными. Рогову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Кочневу-12, Распутину 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого нашли в горящем автомобиле Тойота РАВ-4 на трассе Р-225. Таким образом, злоумышленники попытались избавиться от тела. Спустя два часа подозреваемые были найдены. По предварительной версии следствия, мужчины были хорошо знакомы со своей жертвой – 49-летним жителям поселка Марково. Вместе они распивали спиртные напитки, когда возник конфликт. Следствие продолжается. Десять гектаров торфяников горели на территории предприятия «Тепличное». В минувшие выходные на тушение были направлены 24 огнеборца из ангарского и иркутского гарнизонов, а также 8 единиц техники. В выходные дни работали патрульные группы. На территории города Ангарска и городского округа было составлено 4 протокола за нарушение требований пожарной безопасности. Привлечены граждане к административной ответственности. По 2000 рублей штраф состоял на каждого гражданина. В выходные дни также на территории Усольского района было зафиксировано 5 лесных пожаров, поэтому наблюдалось такое сильное задымление в городе. По данному факту также сейчас там проводятся проверки, выезжает руководство главного управления по восстановлению причин. Лесные пожары были зарегистрированы в Савватеевке. Стихия охватила территорию в 7 гектаров. Кроме того, в минувшие выходные в садоводстве Утес загорелся дачный дом. Предварительная причина – неправильное устройство отопительной печи. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на Ленинградском проспекте. Тройка уже подъезжала к остановке узел связи, когда стоящая на обочине Тойота Королла решила сделать полный разворот. Водители решили не вызывать сотрудников ГИБДД. Представители обеих сторон о возмещении вреда договорились на месте. Оперативные новости в программе «Место происшествия Ангарск». Свежий выпуск в эфире каждый понедельник и на сайте актиств.ру. Будьте внимательны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова